для начала я бы хотел рассказать собственно что такое календарь пирелли начать думаю что стоит с того что что такое компания пирелли пирелли это компания которая была основана еще в девятнадцатом веке и основное ее средство которое она производит это шины покрышки и так далее в истории календаря началась 1963 году когда лондонское подразделение компании пирелли решила потратить маркетинговые деньги и сделать календарь с девушками как делали это другие компании изначально преследовалась цель такая чтобы календарь висел в автомастерских у сто и подобного рода заведениях чтобы техники смотрели любовались красивыми женщинами и в то же время запоминали что есть компания пирелли и пользовались ее продуктами но история и судьба распределилась по-другому это был мини-фильм но у нас интернет не такой классный поэтому посмотрите его дома с чего началось 63 год они сфотографировали девушек как вы видите все очень целомудренно мы видим так или иначе продукцию компании пирелли это шины и те автомобили либо передвижные средства в которых они использовались но компанию пирелли которая находилась штаб-квартира в лондоне их не устроила они посчитали эти фотографии слишком скучными и они не выделялись на фоне других календарей потому что подобного рода фотографии было уйма и множество и они делают следующий шаг они снимают фотографа а который активно сотрудничал с битлз и его зовут роберт фриман и вместе с двумя девушками отправляются на пляж и мы получаем в 64 году собственно первый календарь который был издан в 63-м году те фотографии которые вы видели ранее он не был издан потому что никому не понравились фотографии решили не выпускать и вот 64 году выходит первый календарь пирелли собственно вот такие фотографии там были подобного рода но это вот одна из первых что случилось далее далее произошел большой успех почему потому что фотографии были крайне качественные девушка не были горячие и и они в компании преследовали сразу несколько целей во первых это маркетинг в первую очередь календарь пирелли это маркетинг один из владельцев компании он говорил о том что когда выходит новый календарь пирелли то большинство сми об этом пишет и это своеобразная бесплатная неоплачиваемая реклама наверно в следующем году вы сто процентов увидите где то новость о том что вышел календарь пирелли за 2017 год там будут обнаженные модели или не будут это не так уже важно но а вы об этом узнаете собственно у меня нет ретроспективы фотографий я не ставил себе задачу их показать потому что за более чем 50 летнюю историю фотографий крайне много а хочу лишь рассказать оба отличительных признаках собственных календаря это девушки это частично в каких-то там десятилетиях использовалась символ шины либо покрышек и это как правило какие-либо классные места для отдыха например прованс марокко тунис багамские острова ямайка и так далее 60-х 70-х мы не увидим на снимках каких-то скажем суперзвезд актрис моделей во первых моделей не было тогда такого понятия как топ-модель они все появились уже в 80-е 90-е это простые модели частично даже девушки с улиц которых нашли сами фотографа и пригласили сниматься в календарь календарь пирели вы мы можем сейчас увидеть по снимкам он отражает историю в каком ключе вы видели да мы еще не видели обнаженки по сути дела то есть голой грудь нет 60 это все-таки было это были середина 60-х годов когда еще у церкви в частности ватикана еще была какая-то роль как культурного догматика который мог сказать что нет это это плохо показывать это нельзя ну и на самом деле культурные какие-то нормы были другие затем мы видим ну это все еще в рамках какого-то в рамках красоты и женской чувственности это арт проекты они делают различные ну и вот уже появляется немного женственной откровенной красоты возвращаясь к истории стоит сказать что первый календарь в 64-м году затем был десятилетний перерыв с изнесенным кризисом и затем компания возобновила выпуск календаря уже где-то к середине 80-х годов я показываю только перспективу те фотографии которые были сделаны в 60-е 70-е годы и теперь хочу показать то чем собственно вы можете ознакомиться в интернете календарь пирели чем интересен помимо девушек локации еще это и фотографы с календарем сотрудничали наверное все известные в мире фотографы в том числе современные кого вы кого бы вы не назвали они так или иначе участвовали в создании календаря пирели это большая честь делать календарь для этой компании немного повторяются это все фотографии из разных календарей разного времени я хочу просто показать какого формата фотографии были до 2016 года красивые знаменитые как модели так и фотографы ну и темы в принципе преследуются одни и те же знаменитая актриса моника белуччи это три грация это еще молодая кейт мост мой любимый наверное один из провокационных фотографов перри ричардсон сделал такую занятную фотосессия где-то на райском берегу какого-то куска земли и еще раз пролистаю эту красоту в 2016 году собственно за работу берется и не лейбовиц как правило пирели сама обращается к фотографам которых она считает классными которых она считает удивительными и профессионалами она обратилась и не лейбовиц второй раз для того чтобы она сняла календарь с одной лишь установкой мы хотим чтобы календарь был совершенно другим да мы в прошлом делали множество разных тем ответвлений женщина была показана с разных сторон но мы хотим совершенно что-то другое и они лейбовиц предложили свою концепцию она предложила снять 13 отстывающихся женщин которые так или иначе меняют мир который его вдохновляют и она обратилась к совершенно разным женщинам здесь есть галерея давайте посмотрим пролистаем сначала в таком большом формате затем я уже расскажу кто это такие и почему они были выбраны на эту роль хочу отметить тот контраст который мы видели с предыдущими фотографиями они одеты кто-то из них в возрасте фотографии черно-белые это не пляж и для себя как человек который занимался фотографии хочу отметить что там почти минимум ретуши то есть когда мы приближаем и видим все морщины все зианы кожи и прочее хочу остановиться подробнее на каждой из участниц календаря это я очень это китайская актриса и филантроп когда я изучал эту тему мне стало интересно что мы знаем собственно о Китае кроме того что там делается айфоны там культура вроде как древняя есть и для себя когда начал изучать биографию я учения открыл вывод что в принципе я ничего не знаю о Китае то же самое как китайцы мало что знают о нас о европейцах в том числе то есть им неведомы там наши культурные события так как мы европейцы да мы знаем там возможно каких-то происшествиях а у них страна с многомиллиардным населением и многих это мало волнует что чем интересна я очень кроме того что она актриса ну естественно я не смотрел ее фильмы но думаю она хорошая актриса она является первым в Китае послом доброй воли при ООН по делам беженцев что это значит она приезжает в самые горячие точки планеты и общается с беженцами но помимо этого кроме общения и каких-то промо фотографий которые потом печатаются в СМИ она еще одна из самых популярных в принципе медийных личностей в мире почему потому что в китайской соцсети вейбо это аналог твиттера который запрещен в Китае оригинальный это аналог твиттера вейбо в Китае у нее больше 80 миллионов фолловеров как бы это странно не звучало но это все живые люди и она признана одной из самых влиятельных женщин в Китае в принципе помимо того что у нее много подписчиков что может быть кажется смешным это ее характеристика с количеством подписчиков и тем что она послала доброй воли она всю эту информацию публикует в своем микроблоге и те же самые 80 или 90 уже миллионов китайцев они узнают о проблемах беженцев о коррупции в Китае в том числе я не знаю насколько это правда почему еще не закупили в Китае если напишут о коррупции в Китае на самом деле но это очень интересная и влиятельная женщина в азиатском мире в том числе в стране где проживает большая часть населения и мне кажется это здорово следующая героиня я думаю вы все ее знаете потому что вы русские это Наталья Водянова на самом деле я ее очень люблю потому что она красивая скорее всего умная и просто обаятельная она еще настоящий человек филантроп как ее описывает сам календарь Пирелли в 22 года она создала фонд благотворительный и меня всегда лично удивляла как бы позиция возраста что я делал в 22 что вы делали в 22 понятно кто-то закончил учиться кто-то пошел еще учиться она в 22 создала благотворительный фонд который уже в течение десяти даже больше лет создает игровые площадки для детей в том числе для детей с особенностями развития и участвует в программе продвижения инклюзивного образования когда в обыкновенных школах будут учиться дети с особенностями развития особенности развития я думаю вы все понимаете это аутизм и так далее ну не могу привести еще другие примеры еще маленькая фишка которая будет интересна как я уже сказал календарь Пирелли это круто это почетно она снималась для календаря Пирелли пять раз что в принципе говорит о том что она крайне успешная не только как модель но и как личность и как человек следующий герой Кейтлин Кеннеди на самом деле до того как она появилась в календаре я ее не знал но кто она она как вы видите из описания президент Лукас Филм а Лукас Филм как вы знаете сделал звездные войны но помимо этого она продюсер собственно она не снимает фильмы она их продюсирует что делает продюсер он организовывает все это как менеджер проектов своеобразный то есть организовывает кастинг организовывает реквизит организовывает съемочную площадку и так далее и наверное если я вам сейчас перечислю все фильмы которые в которых она принимала участие вы проникнетесь если не уважением то какой-то долей симпатии к ней инопланетянин Стивена Спилберга фильмы об Индиане Джонс это все она парк юрского периода список Шиндлера это для киноманов назад в будущее гремлины это для фриков и искусственный разум один из классных фильмов Стивена Спилберга собственно ну еще естественно бизнесвумен помимо этого и за счет ее влияния в медиа индустрии в частности в Голливуде Энни Лейбовиц выбрала ее для того чтобы поместить календарь следующая пара на самом деле опять же я об этих людях ничего не знал но вот по долгу лекции пришлось узнать Агнес Гант там немного не видно из-за того что фон но это филантроп она достаточно большой коллекционер современного искусства проживает в Лондоне и почетный президент Нью-Йоркского музея современного искусства Агнес из очень богатой семьи ее отец был банкиром еще в 30-х годах управлял одним из крупнейших банков Лагая и собственно его дочь всегда увлекалась искусством с 15 лет она закончила несколько учебных заведений и начала увлекаться коллекционером так как скорее всего я полагаю у нее была такая возможность и в дальнейшем на ее пути она часть коллекции своей подарила в том числе музея современного искусства а часть завещала после своей смерти что она подарит разные музеи не только музеи современного искусства чем она еще хороша кстати стоит отметить что и предыдущие героини что и все предыдущие последующие к ним применимы в понятии филантроп то есть они занимаются благотворительной деятельностью в разных ключах в разных направлениях так или иначе они способствуют изменению этого мира что стоит еще сказать что она проповедует образование и выделяет значительные суммы денег гранты на обучение в разных университетах в том числе и мира она на фотографии с внучкой которая сейчас учится в колледже когда я смотрел документальный фильм именно об этой съемке Лебис была глубоко была в гостях у Агнес Гант и была глубоко потрясена может быть либо ее заинтересовало что у нее внучка чернокожая и она решила совместить я не знаю может быть это неправда но как мне кажется она решила совместить такую белую кость вместе с каким-то ну другим совершенно ответвлением с новым поколением который сейчас живет в Америке вау но это она это Сирена Уильямс это американская профессиональная теннисистка я думаю вы также о ней все слышали знаете пусть даже в новостях часто ее упоминают чем она классная помимо того что она атлет она невероятная теннисистка невероятный спортсмен во первых она и ее сестра Винус Уильямс были одними из первых чернокожих теннисисток которые заняли первые места в рейтинге WTL то есть это рейтинг международной женской ассоциации тенниса затем она вот в 2015 году она оказалась я не знаю не уверен что можно так говорить но самой старой или лучше не стоит так говорить ну смысл в чем что она она оказалась самой возрастной теннисисткой которая остается на первом месте в этом самом рейтинге что в принципе очень 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 здорово и круто ну и естественно как я и говорил как и все предыдущие Горейни как и все будущие она филантроп она жертвует деньги в фонды для фондирования образовательных проектов и дает стипендии на обучение студентов в разных частях света и так же она построила насколько я помню несколько школ в Африке то есть она именно проповедник образовательных программ кто это у нас здесь это Фран Лебовиц к сожалению мне опять пришлось много читать про нее о ней я совсем не знал это классная американская писательница может быть вы все смотрели Twin Peaks нет нет ну неважно там есть классная цитата которая ее по-английски она звучит как there is no algebra in real world то есть алгебры нет в реальном мире ну дословный перевод это одна из героиней говорит и собственно это цитата из нее и одной из ее книг в книге не помню как она называется по-моему социальные исследования там есть такой раздел как tips for teens что-то типа советы для молодежи ну что-то вроде этого и оттуда выдернили цитату чем она классная у нее классная биография ну может быть у нас у всех она классная но она у нее класснее она не закончила ни один из университетов мира работала таксистом таксовала 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 потом устроилась с водителем в разные по-моему работала так водителем у разных рок-групп и в конце концов начала писать колонки в журнал интервью Энди Уорхова по-моему он тогда еще был жив ну и тут естественно закрутилась завертелась ее литературная карьера она издала несколько книг и в первую очередь она поразительно уникальна своей манерой общения и своим едким острым и может быть не всегда лицеприятным отношением к американской современной культуре если вам будет интересно посмотрите фильм который снял Мартин Скорсезе называется Public Speech с Фран Лебовиц он классный она описывает себя и дает некоторые советы как вести себя когда вы выступаете перед аудиторией либо как вести себя с другими людьми вот кто здесь у нас здесь опять совместились буквы с одеждой но это не важно это мелоди Хобсон она бизнесвумен она одна из богатейших женщин мира у нее одно из лучших образований она как вы видите здесь является членом правления Estee Lauder и Starbucks что в принципе круто также у нее есть собственная фирма которая занимается инвестициями в разные бизнесы для того чтобы получать еще больше прибыли ну и по совместительству она насколько я помню жена Джорджа Лукаса и естественно она филантроп и с Джорджем Лукасом они тратят достаточно много средств на благотворительность в частности опять же на образование и потратили насколько я помню последний раз 25 миллионов долларов на один из университетов США для того чтобы там отстроить новый корпус кто у нас здесь это Ава Деверней на самом деле это режиссер как видите она черная и в своей деятельности она именно это и проповедует что я одна из первых цветных режиссеров которая была удостоена номинации на премию Оскар за лучший фильм то есть до этого черные женщины вообще женщины редко так еще и черные женщины до такой позиции редко добирались у нее есть собственная компания которая занимается продвижением актеров цветных а также поддержки женщин режиссеров мне кажется одна из самых неоднозначных героинь на мой взгляд это Тави Гевинсон она писатель актриса и главный редактор онлайн журнала руки маг чем она известна и знаменитым может быть вы тоже знаете ее в 12 лет она прославилась тем что ее заметили во фэшн индустрии то как она ведет свой блог и за счет безумных совершенно вариаций своей внешностью одеждой критикой современной моды она зашла на такой своеобразный олимп фэшн индустрии является своеобразной иконой стиля для подростков почему она попала сюда мне опять же наверное трудно понять но в документальном фильме я так понял из ее слов что она очень влиятельна среди подростков среди девочек 13-15 лет и с помощью своего журнала она так или иначе влияет на них поэтому она и попала сюда за счет своей влиятельности на подрастающую молодую аудиторию Ширин Нишат это иранская художница у нее тоже интересная биография она жила в Иране может быть вы знаете в Иране до культурной революции исламской там было почти все как у нас я имею ввиду без скажем традиционных исламских одежд для женщин культурных устоев и так далее это было светское общество родители ее отправили учиться в США когда она захотела вернуться произошла культурная революция и она поняла что уже в принципе возвращаться некуда она вернулась домой в 90-м году когда уехала в 79-м спустя 11 лет и была глубоко потрясена тем что произошло в Иране то что стало с женщиной в том числе с их правами с отношением к женщинам и она сделала серию фотографических работ называется она «Женщина Аллаха» где в том числе есть автопортреты где через них высказала своеобразное отношение к тому что произошло на ее родине но помимо этого она делала фильмы инсталляции и за это она и попала в календарь Пирелли как одна из вдохновляющих и влиятельных женщин в том числе и в мире искусства я думаю представлять ее не нужно это Йоко Оно она известна не тем только что была женой Джоном Джона Леннона а также она еще была до встречи с ним художницей и остается ей по сей день она также филантроп и в в пятнадцатом году по моему ее за заслуги в общем формате ей вручили несколько международных премий ну и естественно ее нельзя было сюда не включить пати смит ее описывает сам календарь как женщину с особой миссией миссия была спасти рок-н-ролл от того чтобы он превратился в какое-то попсовое говно но не знаю как справилась ли она с этой миссией но была включена однако в в этот календарь ну и наверное моя новая любимица это Эми Шумер американская стендап-комедиантка актриса продюсер сценарист режиссер а что они можно сказать просто ничего не хочу не говорить зайдите в ютуб если вы знаете английский послушайте ее стендапы либо посмотрите инсайд Эми Шумер это серия фильмов микрофильмов сериал наверное главная роль где главную роль она играет фотографии мы посмотрели я кратко описал всех участниц хочу еще раз подчеркнуть что совершенно уникального в этом календаре посмотрите на Эми Шумер ну серьезно где вы видели давно в каком-нибудь глянцевом издании женщину которая сидит так с своеобразной такой позе и с лишним весом ну будешь небольшим но лишним нигде нигде здесь вы видите ее Эми Шумер в одном гламурном сексуальном календаре за последние 50 лет и что хочу еще сказать про 2016 год я надеюсь что я думаю на вас мысль почему этот календарь уникальный я посмотрю у вас кроме закругляться собственно календарь уникальный и в интернет зайдите посмотрите может быть про каждый из участниц и стендап посмотрите от Эми Шумер добавить хочу еще про календарь собственно это не единственный и не уникальный такой случай в истории календаря когда что-то идет не так что-то идет в разрез с голым женским телом то есть смотрите что еще хочу показать ой не покажу почему-то не загрузилась ну ладно не беда кратко еще хочу сказать что в свое время в календаре затрагивались темы экологии это была дико смешная съемка когда модели просто чуть ли не с крокодилами со слонами в грязи фотографировались с дохлыми какими-то птицами в Африке тема была как вы поняли защита окружающей среды ну в принципе девушки были красивые но даже на фотографии видно как они испуганы что это были все реальные животные слоны грязь дохлые птицы и так далее также на презентации не видно потому что не сгрузилась картинка Пирелли меняют отношение к возрасту мы видим до 16 года как правило мы видели молодых моделей но в 2007 году они наняли для календаря Софию Лорен на тот момент ей было 75 или 72 года ее снимали для календаря Пирелли что на мой взгляд очень круто также в 87 году в принципе это очень давно почти 30 лет они сделали календарь впервые только с чернокожими моделями в рассвет когда учитывая что это европейская культура они сделали календарь только с чернокожими моделями где впервые была задействована Наоми Кэмпбелл которая станет впоследствии суперзвездой и еще наверное стоит последний упомянуть момент в чем еще уникальность календаря в по-моему восьмом или девятом году знаменитый фотограф Стив Макьюри может быть вы знаете афганская девочка с зелеными глазами в фиолетовом платке это его фотография она публикалась National Geographic одна из самых знаменитых фотографий это сделал он и его попросили снять календарь трейли он решил пойти собственным путем так как он репортажник он пошел на улице Рио и стал снимать простых женщин которые стоят за прилавком частично в календаре есть они частично есть супермодели и первый раз мы там видим беременную модель ну то есть опять же обращение к материнству к женственности в ее чистом виде и опять же отношение к полному телу в 2000 по-моему в прошлом году в 2015 году да впервые сняли модель плюс сайз то есть модель которая отличается от стандартов которые привыкли глянцевые издания это ну она чуть более полная была там вверху фотографии были видны ее и это был своеобразный опять же не фурор но знаковое событие для календаря и мира глянцевых изданий в целом на этом я хочу завершить свое выступление хочу сказать спасибо может быть это было излишне сумбурно не все фотографии которые хотел показать показал но я думаю вы получили и эстетическое удовольствие в том числе спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...